Этот день в истории. 16 января 1992 года было сформировано подразделение милиции особого назначения «Беркут». Просуществовал он до 2014 года под управлением Министерства внутренних дел Украины. После судьбоносных событий русской весны, в которых не последнюю роль сыграли бойцы именно этого подразделения, формирование стало подчиняться Росгвардии. В ходе исполнения служебных обязанностей зимой 2013-2014 годов десятки правоохранителей «Беркута» погибли от рук экстремистов на Майдане. Вернувшись в Севастополь, «Беркутовцы» помогли обеспечить безопасность полуострова в переходный период. Уважение и благодарность за доблестное исполнение долга бойцам «Беркута» выразил сенатор Российской Федерации Сергей Колбин. Дорогие друзья, сегодня ваш праздник. 29-я годовщина создания легендарного подразделения ОМОН «Беркут». Вы люди особого назначения, бесстрашные и универсальные солдаты. Вы спасаете человеческие жизни, пресекаете террористические акты, опасные виды преступлений, сохраняете порядок в чрезвычайных ситуациях. Вы рискуете своей жизнью, чтобы страна жила спокойно. Даже после ранений, травм, полученных в боях и спецоперациях, сотрудники ОМОН «Беркут» остаются всегда в отряде. С 2004 по 2016 годы Сергей Колбин занимал пост командира севастопольского подразделения ОМОН «Беркут». Подчиняющиеся ему части противостояли участникам Майдана в Киеве, а после помогали обеспечить безопасность организации референдума о возвращении Крыма в Россию. Поэтому сенатор не понаслышке знает, с какими сложными задачами встречаются беркутовцы на службе. Если человек, как и я, завершил службу ОМОН «Беркут», душой он его никогда не покидает. Мы – боевое братство. Мы – одна команда. Я буду помнить всегда, как проявили себя бойцы на Киевском Майдане, как мы в 2014 году стояли на Перекопе. Моя благодарность и моя поддержка всегда с вами. Что пожелать вам в этот день? Конечно же, мирного неба. Пусть дома вас ждут всегда со службы, не переживая за вашу жизнь. Совершенствование профессионального мастерства, чтобы ни у кого и мыслей никогда не было вступать с вами в конфронтацию. И, конечно же, достойной оценки вашего ратного труда. Спасибо, что с честью несете службу. Я горд тем, что находился и нахожусь с вами в одном строю.